Так, вот мы поехали на пасеку И хотим показать целое поле подсолнечника Мы ничего не выдумываем Подсолнечника у нас много Да не, просто люди говорят, типа он уже отсел Кого отсел, да вот он цветет весь еще Он вообще что-то, это, все лето считает Цветет и цветет Да, да Даже дело такое Мне тут вот Делигина дал, значит, газетку Аргументы и факты За 24-30 августа этого года 22-го, номер 34 Вот тут есть алтайская вставочка Значит, и такая небольшая статейка Как выбрать мед Я буквально зачитаю по-быстрому Как отличить натуральный мед от синтетического А то сейчас столько предложений Не попасть бы на медок с пестицидами Из города Заринска Значит, кандидат биологических наук Алтегу Максим Куцев Рассказал, что продукт следует покупать На официальных ярмарках или в магазинах Там продавцы могут предоставить ветеринарные сертификаты К тому же пчеловоды дорожат своей репутацией Не будут предлагать некачественный продукт Точка То есть, если это настоящий пчеловод И он занимается уже несколько лет Там никакой фальсификации, естественно, не будет А вот покупая мед с рук У непроверенных продавцов Есть риск получить подделку Чаще всего мед фальсифицируют Чтобы он не засахаривался То есть, чтобы он был жидкий Он будет там весь год стоять И почему-то не засахариваться Недобросовестным пчеловодам Могут смешивать хороший мед С так называемым синтетическим медом Иногда его просто собирают незрелым Не дожидая завершения процесса ферментации То есть, зрелый мед Это когда пчелы закупоривают рамку Правильно? Да Запечатывают рамку И тогда он уже в это Дальше Такой продукт тоже не будет засахариваться Так как содержит много влаги Когда мед еще недозрелый Вроде, ну не вроде, а его проще Быстренько рамки покидал Накачал, не надо их скрывать там Каждую рамку Соответственно, бывает там и мед дешевле продают И вроде он не засахаривается Тем временем засахаривание Естественный процесс Это кристаллизация содержащейся в меде глюкозы Отмечает Куцов Что касается пестицидов, которыми фермеры обрабатывают поля возле пасек То они вряд ли будут содержаться в меде в опасных количествах Сейчас сельхозпроизводители используют пестициды Которые быстро разрушаются в окружающей среде Ну, в основном все стараются использовать пестициды органические, натуральные Которые там разрушаются в течение двух-трех часов Но они дорогие Но как бы вот все более и более Тенденция такая, что фермера переходят на именно такие пестициды И вот у меня вопрос такой Может ли с одной качки мед быть разным? Значит, давайте я начну как бы издалека Зачем мы приехали? Значит, некий Сергей Васильевич, подписчик нашего канала Приобрел у нас мед И, во-первых, задавал очень много вопросов Можно сказать, один из первых Мы уже несколько лет мед продаем Но у человека было очень много вопросов Недоверительных Вот, мы ему отвечали Все как положено Но это клиент, он может, как говорится, иметь право задавать вопросы По всей видимости По всей видимости Человек, может быть, не хотел смотреть наши ролики Там, читать что-то Может, ему некогда, не знаю Потому что все те, кто видит наши ролики Как вы тут работаете Как мы чем занимаемся У них вопросов не возникает Вот И, значит, когда я сфоткал В машине Стояло 30 банок И некоторые банки были разного цвета мед Поясните, пожалуйста Может мед быть разный с одной качки? Конечно, может быть Мы вот качаем У нас 130 семей Качаем и наблюдаешь Даже когда рамку распечатаешь Видно Один темнее, другой светлее Потому что пчелы у нас стоят дома Мы их не вывозим к полю Если бы мы вывезли, допустим, подсолнух Там бы было больше подсолнух Или там еще какая-то трава Там доник Или он у нас стоит дома И одна семья летит на то поле Другая на другое поле Поэтому мед разный бывает Даже в одной качке И вот, когда сливаешь на догон Его видно На глазах видно Он разный по цвету Но разделить его не разделишь И где-то попадется больше такого меда Где больше глюкозы Вот, пожалуйста Первый нынче мед первый И он уже очень твердый Самая первая качка Которая уже засахарилась Да? Да, здесь где-то Сейчас, сейчас Значит, здесь много А тут она уже Может быть, не ломать ее? Ну ладно Ну открой, открой Вот, открой Откроется Сейчас Тут где-то замок Вот, мёд Прекрасный, мёд Прекрасный Скажите, светлый мёд С каких цветов Ну, здесь Секс-парцета Может быть, мёд Потом суретки Крестоцветный Потом с доника Это крестоцветный С крестоцветных цветов Мёд быстро В течение двух Недель-трех Он кристаллизуется Подсолнух, да? Подсолнух тоже Но подсолнух Должен быть Позднее Здесь только начало Подсолнуха Должен У нас, нынче, поля Близко есть Брошенное поле С этим Суреткой Вот, видите, как он берется Очень тяжело Но мёд-то вкуснейший И то да И тут мы будем Поэтому Никаких тут подделок Если Я пчеловод С этим огромным стажем Какой стаж у вас? У меня стаж Делал 40 лет Это Мои Мои работы Лично И в полносе С 5-ти лет С 5-ти лет Я нахожусь на пасеке Потому что у меня мать Стала работать Пчеловодом В колхозе В колхозе Новая заря Назывался Потеряй Новая заря Когда мне было 5 лет Она начала Работать пчеловодом Окончила Тальменские курсы Там 6 месяцев Обучилась И она приняла Пасеку И работала Поэтому Я с мамой Очень много Работал на пасеке Помогал Прежде чем Начал Своё Понятно Значит Вот Например Вы целый день Качаете мёд В медагонку У вас вмещается 4 рамки Или сколько 4 То есть Получается Даже Одна закладка Будет Отличаться По цвету От другой Правильно Может быть Нет Одна закладка Не может Мы выбираем Выбираем Допустим 8 7 Бывает 5 Зарелых Запечатанных Рамок С одного Улика С одного Улика Магазин Мы его Откачиваем Берём Из другой Семьи Тоже Зарелых Мы же не можем Весь забрать Там есть Расплод Там Есть Нет Запечатанных Рамок Поэтому Берём Рамки Только Запечатанные Вот Откачиваем От второй Семьи От третьей Так По очереди Но Вот Сейчас Осенью Когда Мы сейчас Снимаем Магазины Там Мы Вынимаем Все Рамки Вот Ну Тоже Оставляем Там Уже Больше Меда Запечатанных Бывает Еще Остается Там Рамочка С расплодом Мы Оставляем Бывает Еще Недозапечатанных Тоже Оставляем Но Тут Уже Больше С одной Семьи Получается Рамок Бывает Десять Девять Рамок Ну Вот Мы Сегодня Будем Выбирать Рамки Можете Посмотреть Я Просто Хотел В том Числе Для Сергея Васильевича Сказать Что Мед Разного Цвета Бывает В течение Одного Дня Можете И он Будет Мы Будем Разливать По Банкам И он Может Разным Потому Что Я Говорю В каждой Семье Может Быть Разная Потому Что Одна Семья Летит В Одну Сторон Друга На Другое Поле У Наш Деревня Небольшая Вокруг Поля И Поэтому Они Летят Наблюдаешь Когда Одна Семья Туда Другая На Семья Третья На Восток Летит Поэтому Где Они На Их На Ходят Там Собирают Сейчас По Дороге Видели Поля Гречихи Видели Здесь Рядом Поля Подсолнуха Ну И Еще Чего Там У Нынче Гречиха Прям Круг Деревня Я Думаю Так Что Полеводы Поняли Что Пчелы Хорошо Опыляют Гречку Из Урожай Поэтому Стараются Посеять Побольше Около Деревни Вот Пожалуйста Мед Качали Мы Позав Сюда В нем Он С красна Здесь Много Гречки Присутствует Но Она Тоже Закристаллизуется Буквально Может быть Осенний Мед Он Быстро Тоже Кристаллизуется Буквально Может Недели Через Три Он Тоже Станет Густой Но Он Станет Не Такого Белого Цвета Он Станет Серого Такого С темненкой Поэтому Вот А вот Чем Не Больше Глюкозы Тем Быстрее Мед Сахарится Ну Это В народе Назаваться Харица А Вообще Назаваться Кристаллизуется Кристаллизуется Ну Вот Вопрос Тогда Следующий Хочу Чтобы Это Вашими Устами Было Произнесено Почему Значит Вот Для Сергея Васильевича Который Написал Конкретно Мне Что Вы Там Или Ты Натуральный Мошенник Значит Ему Был Отправлен Мед 12 Банок 6 Из Них Он Попросил Светлого Меда 6 Из Них Темного И Когда Он Получил Мед А У У Меня Дома Засахарился Закристаллизовался А темный Вот Стоит Плюс Минус В таком Состоянии Вопрос Теперь Вам Почему Это Нормально И вообще Бывает Такое Нет Почему Один Мед Пришел К нему Твердый А другой Еще Жидкий Да Это Особенно Меда С разных Трав С Разнотрав Греченьки Он Дольщины Кристаллизуется А вот С кристоцветом Он Кристаллизуется Быстро То есть Это Нормально Это Нормально Поэтому Вот Даже В статье Или Даже В интернете Объясняют Людям Если Мед Долго Не Кристаллизуется Это Наоборот Подозрение Что Он Сфальдифицирован Вот Или Либо Недозрелый Люди Пчеловоды Некоторые Особенно Молодые Начинают Нормающие Чтобы Быстрее Продать Чтобы Быстрее Как бы Сказать Деньги И Легче Его же Не надо Распечатать Это Очень Затратно Трудоемки Мы Нынче Даже Линию Купили По распечатке Они Быстренько Откачивают Я Спрашиваю Почему Вы Так Делали Ну Людям Говорят Надо Жиденький Мед Вот Они И Получают Жиденький Мед Вот Мы В Карелии Отослали Нынче 8 Куботейнеров В то же Время Когда Ты у нас Брал 8 Куботейнеров Он Значит Вот Ну В Карелии Он Ишел Где-то 15 Дней Работаем Мы С тем Товарищем Уже Много Лет Он Жил В Москве А Сейчас В Карелии Вот В течение Того Года Он 10 Куботейнеров Наверное Взял Потому Что В Куботейнеры 8 Трух Шутеров Банок Наливается И Нынче Вот 8 Мы Модослали И Он Это Самый Вышел Тоже Фотография 2 3 Куботейнера Ну Вязкие Но Не Кристаллизованные Белые Вот Так же Закристаллизовался Ну Тут Так Вот Получается Это Это Не от Пчеловода Зависит И не от Пчел Это От Природы Все Зависит Это Все Естественно Естественно Как раз Наоборот Именно Этот Признак Того Что Это Прекрасный Мед И Поэтому Зачем Фальсифицировать Кому Мед Если У меня Натурально Как бы Сказать Из Залишки Получается У человека Что Обвинение Что Мы Продаем Прошлогодний Мед Зачем Продавать Прошлогодний Мед Когда Нынешнего Много Если Нынешнего Снимите Он Приходит Там Куботейнеров Стоит Да Но Если Бывает Мы Прошлогодний Продаем Если Остается Но Мы Его Снижаем Цены И Честно Говорим Потому Что Зачем Это Хотя Хотя Через Допустим Полгода Можно Не Отличить Разницы Никакой Разницы Нет Поэтому Вопрос Тут Даже Не может Стоять Что Кто-то Сфортифицировал Мед Просто Как сказать Недопонимание Просто Человеческого Нет Но Люди Правильно Если Они Не Касались Это Они Смотрят Вот Это Из Карелии Мы С Сыном На Базаре Пришли У Нас Помаленьку Берут А Рядом Из Борщ Кран Открывает Кран Открывает И Наливает Ну Это Что Это Значит Естественный Мед Выходит Это Ж Глупость Или Одна У Небось Была С Говорит У Нас На Базаре Что Такое Маточное Молочко Ну Пойдемте Вот Мы Сейчас Пчелом Пошли Я Покажу Что Такого Как Раз Пара Райливая Шла Ну В середине Лета Ну Говорю Вот Смотрите Ну Маточное Молочко Это Когда Пчелы Скармливают Мат Там Маленький Такой Вот Такой Примерно Типа Желудя Маленького Мат Ну И там Я Показал Сколько Молочка Там Грамульки Я Не знаю Грамот Даже Нет Она Возьмите Покушать Взял Дал Покушать Странно У нас На базаре Большой Шестилитровый Кастрюлю То есть Шестилитровый Кастрюлю Черпают Половником И наливают Мат Мат Я говорю Вот сейчас Посмотрите Как я могу Набрать Литр Даже Я не могу Набрать За лето Ну Дельцы Какие Вот Ну Оно же Дорогое Ну Конечно Оно Полезно Очень Ну Во-первых Мат Молочко Чтобы Собрать Его Надо Срочно В Морозилку Чтобы Температура Была Не выше Минус Двадцати Градусов Там охраняется Тогда оно таки Сохраняется Качество А это же Ну Вот так Вот Людей Разводят Поэтому У людей Да Правильно Много Недоверия Много Я всегда Говорю Вот Если бы Вы Могли Прийти Ко мне Я бы Вам Поставил Три Четыре Банки Вот Разного Прям В течение Лет Покушали Какого Тарается Пожалуйста Бери Я же не могу Допустим Дать всем Одному Надо Гречка Вот Гречка Все Другому Только Светлый Знаете Ну Во-первых Когда Качаешь Там Нельзя Разделить Вот Именно Чтобы И знать Где Какой Ну Чуть-чуть Бывает Предпочтение Людей Уже По факту Ну Да Мне Говорят Посветлее Пожалуйста А мне Говорят Потемнее Вот Вот Это Мы Можем А Некоторые Еще Звонят Мне Допустим Из Новосибирска Знакомился Геннадий Павлович Ты Мне Налей Как Прошлогоднего Ты Много Ну И Вот Да Много Берут Новосибирске Постоянные Покупатели В Барнауле И Вот Мне Интересно Как Прошлогоднее Потому Что Ну Как Я Мог Как Прошлогоднее Он С разных Цветов Разное Время И Много Это Зависит Если Засушили Год Допустим Очень Жаркое Лето Он Вообще Мед Такая У него Плотность И Он Быстро Кристаллизуется Потому Что У него Нет Влаги Даже Той Которая Не Уходим Да Ведь Пчелы Это Приносят Улей Не Мед Они Приносят Нектар Это Как Мама У меня Говорила Это Жиденькая Лодичка А Чтобы Получился Мед Они Там Переносят Из Рамки В Рамки Сушат Вентилируют Почему Придешь Летом Пасеки Вот Близко Даже С дороги Люди Подходят От нее Пахнет Медом Потому Что Они Днем Наносят Нектар А в течение Ночи Они Вентилируют Сушат Этот Мед И Если Глажность Большая Не Мед Не Мед Долго Не Зреет Поэтому Очень Много Таких Нюансов Понятно Мы Благодарим Геннадия Павловича Я Хочу Сказать Что Если Есть У Наших Подписчик Какие То Вопросы Пишите В Комментариях И Покупайте Натуральный Мед Сейчас Мы Пойдем На Пасеку Посмотрим Еще Раз Наши Пчелки Покупайте Покупайте Добрый Добрый День Здравствуйте Здравствуйте День 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 Ух Ты Что Это Ну Это Корники Они Миролюбивые Чем Наши Наши Жалятся Ужасно Видишь Все работает Без Перчаток А сегодня Холодно Ветер Северный А температура Должна Пожар Семь Вытащить Ну, конечно, чем не теплее, тем лучше работать с пчелами. У нас сейчас и мед холодный. Вот какие маленькие магазинчики. Ну, это вот полурамки. Видите, вся запечатанная. Значит, мед зрелый. А если, например, не успеете, ну, бывает, так не успеваешь в это, там, до 10 сентября и что? Не успеваем. Ну, что, все равно работаем. Подогреваем в рамки, чтобы откачивался мед. Из холодных рамок он плохо откачивается. Бывает, по осени не успевают, по снегу, в сугробах. Да ну, нет. Это, конечно, шутки. Нет. Ну, стараемся успевать, но вот. Поэтому сегодня вот у сына день рождения, а приходится работать. Я думаю, что он во всем убьет. У него сегодня праздник. Да, да, традиционно. 28 августа, это самый день рождения. Традиционно вкалываю. Ну, вот первый раз холодно. Почему? Зато у него есть возможность покушать меда на день рождения. Да, вообще-то мы ему до дня рождения не даем меда кушать. Ладно, дай бог вам силы, но пойдемте посмотрим дальше еще. Сейчас. И вот люди, пчеловоды, говорят, вы не обращайте внимания, что у меня халат грязный. Потому что пары постоянно с пчелами. Вот посмотрите. Поглуши, поднимись. Видите? Ну, как, ну, восковой, правильно? Да, потому что пулям, бислоняются этим. Мы, это самое, постоянно. И говорят, а потом, в чистеньком таком. Загадят, я парадное делал, чтобы, а так-то приходится работать. Ну, это, по крайней мере, не мазут-то такая вот эта благородная грязь. Благородная, но, скажем, грязная. А это вообще-то вот так марается. Тут тоже постоянно с рамками. И вроде говоря, старается почаще стирать, но все равно. Зато полезный, долго проживет. Вот видите, это самое, приходится подогревать рамки. Там стоит пленка, лежит. Ну, смотри, как интересно. Ну, холодно, холодно. Вот, видишь? Это от этих, ну, вот, большой, вот, видишь? Это теплый пол называется. И вот она под ульями лежит. И рамки, чтобы не остывали. Там же в семье определено 36 градусов тепла там, пчелы содержат. А здесь холодно, поэтому приходится... Ну, летом мы не делаем, конечно, так жарко. И так хватает, а сейчас чуть-чуть. Да, сейчас вот приходится подогревать, иначе он плохо выкачивает. Ну, я думаю, это не смертельно, потому что тем более, если у них там 36, но и здесь так же. А здесь, да, здесь. Вы же тут не писягливаться. Нет, а если ты много, там, это самое, платье. Все испортят, но... Работу вот этого аппарата мы показывали в прошлом видео. Ссылочку под это видео скину, значит, смотрите, если кому интересно. Мы вкратце показывали уже. Ну, это в том еще, в цехе, в старом. Да? Мы так и врованных сейчас в новом цехе. Ух ты, вот это что такое наломали? Вот это вот. А, это труднее. Выбрасывали, это расплод труднее. Это труднее молочко, это вот не вот это вот, нет? Да, сначала молочко труднее, а потом вырастает личинка. Потому что автоматом тут распечатывает, его не надо, поэтому... Когда руками распечатаешь, его не трогаешь, он откачивается и ставится рукой. А тут придется через автомат, чтобы его не распечатало, приходится эти личинки убирать. Ну, все-таки есть, как это сказать, сравнивать и полегче все-таки со автоматом. Конечно, вамного легче. Я даже не успеваю, вот качаешь, не успеваешь откачивать рамки тут, получается. Ну, один человек стоит, подчищает где-то там, не захватит немножко рамку. Ну, а полурамки, вот, которые маленькие сейчас, вот эти, вообще хорошо распечатают. Ну, все, вот так мы побывали на басеке нашего пчеловода. Значит, уточнили некоторые вопросы, которые интересовали наших клиентов, подписчиков. Я говорю, задавайте вопросы, если какие-то интересуют еще в комментариях. Мы при следующей встрече с нашим пчеловодом еще ему зададим, он ответит с удовольствием. А этот мед отправляется к следующим счастливым обладателям. Вот, пишите заказы любыми удобными способами для вас, там, на WhatsApp, значит, в личку администратору в разных группах. Это у нас мед, это у нас медовая вода. Мы берем сразу для наших квасов будущих. То есть, мы делаем квасы весной на березовом соке. Тут вот нас угостили забрусом. Значит, очень полезно, говорят, для откашля. Вот, будем пробовать, мы тут как раз немножко приболели. Будем пробовать. Ну, все. Всего доброго, оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok